Добрый день, уважаемые земляки, жители Сургутского района. К сожалению, ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции ухудшается и ухудшается очень стремительно. За последние 7 дней мы стали анти-лидерами этого рейтинга по завозу и распространению этой инфекции. Прирост за последние 7 дней на территории Сургутского района составил более 180 случаев или в 2,5 раза. Лидерами являются такие поселения, как город Лентор, 110 случаев на сегодняшний день. Городское поселение Федоровский, 57 случаев. И сельское поселение Нижний Сартымский, 54 подтвержденных случая. Итого на эти 3 поселения приходится без малого 80% всех инфицированных с Сургутского района. В городском поселении Барсова 3 подтвержденных случая и еще 7 сельское поселение Солнечный. Порядка 20 заболевших приходится на межселенную территорию. Это нефтяные месторождения Быстринское и Дунаевское. Не считаю виноватыми и не стану обвинять жителей Сургутского района в том, что в наших поселениях появилась эта инфекция. Первые случаи были привозными. И принимая во внимание особенности, большая часть жителей этих поселений, Лентор, Нижний Сартымский, Федоровский, не останавливали, не прекращали работу. Честно трудились. К сожалению, инфекция проникла в эти поселения. В таких условиях постоянного притока инфекции Зне бороться с ее распространением очень сложно. Поэтому я хочу обратиться к жителям Сургутского района, в первую очередь города Лентора, Нижний Сартымского и Федоровского. От наших с вами усилий действительно многое зависит. От того, как мы исправно соблюдаем режим самоизоляции, масочный режим, режим социальной дистанции, зависит, будем ли мы болеть, будут ли болеть наши дети, родные, близкие, или мы будем здоровы. Поэтому, уважаемые друзья, убедительно прошу вас не пренебрегать теми рекомендациями, которые действуют. Масочный и перчаточный режим, соблюдение дистанции, по возможности избегать контактов, если их можно избежать. Несмотря на хорошую погоду, ограничить себя, своих детей, родных и близких. От этого действительно зависит наше с вами здоровье. Из них порядка десятка человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, находятся в достаточно тяжелой ситуации. Еще раз прошу вас, не пренебрегайте теми рекомендациями, которые даны. Они написаны здоровьем и жизнями людей. Берегите себя, берегите своих родных и близких, детей. Не подвергайте ненужной опасности. Соблюдайте предписания и ограничения. Пожалуйста, от этого действительно зависит наше с вами здоровье. Соблюдайте масочный и перчаточный режим, социальную дистанцию, ограничите контакты. Неважно, где вы работаете, это действительно абсолютно неважно. Берегите себя, свое здоровье всеми доступными мерами и средствами. Хоть и не все зависит от нас, мы прилагаем все усилия, чтобы аптечная сеть была обеспечена средствами индивидуальной защиты, масками и перчатками. Друзья, как бы не прискорбно было об этом говорить, в случае дальнейшего ухудшения ситуации не исключено введение дополнительных и ужесточение уже действующих мер ограничения. Это действительно вынужденная и необходимая мера в случае ухудшения ситуации. Давайте все вместе не допустим этого. В свою очередь администрации Сургутского района, администрации поселений усилят работу по дезинфекции мест общественного пользования, улиц, парковых зон, мест общественного пользования в многоквартирных домах. Мы будем делать все для того, чтобы сохранить ваше здоровье. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok